Продолжение следует... Давайте я начну. Сегодня мы будем говорить про философскую экзегезу, то есть про еще одно направление, которое возникло в том числе и в еврейской экзегезе. Но можно сказать, что таким основателем такого рода подхода можно назвать Филона Александрийского, который, правда, для еврейской культуры остался фигурой неизвестной. То есть здесь такой парадокс культурно-исторический. Филон Александрийский в каком-то смысле первым применил вот этот метод олигорезы, который на самом деле в греческой культуре применялся к интерпретации поэм Гомера. А Филон применил его по отношению к библейскому тексту и серьезнейшим образом повлиял на христианскую экзегезу и на христианский подход к Писанию. И это более-менее понятно, потому что выявление вот этого аллегорического смысла, второго смысла Писания, оно, собственно говоря, из того, что я вчера говорил, наверное, понятно, что для христианской культуры просто находка. Буквальный смысл не годится, значит, нужно искать другой. Как его искать? Например, с помощью олигорезы. Я говорю олигорезе, отличая ее от аллегории, потому что, в принципе, это более аккуратно использовать именно этот термин, хотя часто говорят аллегория, но аллегория – это некий нарратив, который заведомо построен как аллегория. А аллегореза – это попытка выявить в тексте, который неизвестно, написан он как аллегория или нет, выявить в нем некий дополнительный аллегорический смысл. И поэтому, в принципе, чтобы, если стараться быть аккуратным, то лучше использовать вот этот термин в отношении подхода к тексту. Ну и, Филон, давайте прочтем несколько пассажей. Я взял несколько пассажей из его книжки «О сотворении мира». И здесь, в общем, сформулирован тот подход, который в каком-то смысле парадигматический, который ляжет в основу любой философской олигорезы в дальнейшем. Несмотря на то, что еврейские авторы Филона самого не знали, но, тем не менее, их действия, мы увидим, не очень похожи на то, что делает Филон. Это либо переоткрытие того же самого метода, либо косвенное влияние через соответствующие братские конфессии. Филон говорит так. Из законодателей один просто... Давайте я скажу вам на какой страничке. Это страничка 20. А, нет, вот что я хотел сказать. Давайте нет, не страничка. Страничка 20. Сейчас начнем, но я хотел предварить эту историю следующими такими методологическими замечаниями по поводу истории изучения библейской экзегезы, еврейской библейской экзегезы. В этой области, на самом деле, можно сказать, что она находится в таком детском, детсадовском, в общем, возрасте. Ну, может быть, как и вся иудаика, да, вы знаете, что иудаика, собственно говоря, по сравнению с классическими студиями, это недавняя история, да, это 19 век, начало 19 века, Вейсеншавдис Юдентумс, они объявляют программу изучения еврейских текстов. И цель, в общем, основателей этой программы, она состояла в чем? Она состояла в том, чтобы показать просвещенному миру, что еврейская культура не лыком шита. То есть у нас есть прекрасные, замечательные произведения, и эти произведения нужно показать, нужно показать достижения еврейского духа европейской культуре. Поскольку они были гегельянцами, а именно Гегель говорил о движении вот этого духа, его развитии, а еврейскую культуру он поставил куда-то на один из этапов, уже давным-давно пройденных, эти ребята, несмотря на то, что они гегелем вдохновлялись, они пытались показать, что гегель здесь ошибался, и еврейский дух на самом деле бился и функционировал на протяжении всей истории, и добился значительных результатов. Вот эти результаты, если мы покажем, то тогда, с одной стороны, евреи просвещенные как-то поймут свою собственную самоидентификацию, смогут ощутить в полноте, и просвещенная Европа тоже наконец-то поразиться и запишет евреев в свои круги. Вот такой был план. В связи с тем, что такой был план, то те продолжатели вот этой программы, кто стал ее реализовывать, потому что, на самом деле, среди основателей только Леопольд Цунц был тем, кто действительно начал это делать, все остальные как-то поговорили и разошлись, как обычно бывает у основателей. Но, тем не менее, сама программа, она как бы работала, и в дальнейшем появился целый ряд исследователей, которые публиковали какие-то тексты и так далее. Что касается теперь библейской экзегезы. Значит, с одной стороны, вот этот фактор, он фактор того, что нужно показать достижения. Он привел этих исследователей, комментаторов писания к тому, чтобы действительно заняться представителями школы ПШАТ, о которых мы говорили в предыдущие два занятия. Почему? Потому что это научный подход. В каком-то смысле он был созвучен библейской критикой, он был созвучен вообще всему направлению филологоисторического анализа текстов научного. И поэтому получалось, что, ребята, у вас здесь Вильхаузен что-то такое наворотил, а у нас и Бенезра, Раши, Рашбам давным-давно занимались научным исследованием библейского текста. И поэтому получилось так, что область библейской экзегезы, она сосредоточилась именно на представителях школы ПШАТ. Если говорить о, например, философских комментариях, вот в духе олигорезы, или каббалистических комментариях, то эти ребята их просто стеснялись. Ну, потому что как-то чувствуется, что там перебор, да, в этих и философы, и каббалисты. Это как бы такое. И это замалчивалось долгое время, да, когда Гершим Шолем решил изучать каббалу. Он, собственно говоря, один из революционных шагов был в том, чтобы сказать, что не надо, ребята, стесняться, это на самом деле наше богатство духовное. Вы-то думали, что все вот в этом, в рационалистическом подходе, в филологическом. А нет, у нас есть и прекрасные достижения духа в области другой немножко, да. И, ну, то же самое касается философских комментариев. Все прекрасно помнили высказывание Спиноза, который говорил в богословско-политическом трактате. Спиноза, собственно говоря, является таким основателем историко-филологического подхода. И в богословско-политическом трактате он как раз говорит о сумасшедших, которые либо комментируют Писание, вдохновившись каким-то сверхъестественным духом, имея в виду христианских комментаторов, и их резко критикуя. А с другой стороны, есть такие философы, как Маймониты, о которых мы сегодня будем говорить, которые извращают Писание в угоду тем или иным своим научным взглядам. И под эти научные взгляды подгоняют Писание. Это несерьезно. И для эпохи просвещения эти слова Спинозы, которые повторялись, на самом деле, многими, и после Спинозы, да, собственно говоря, Вильхаус говорит примерно то же самое. И для вот этих еврейских интеллектуалов эти слова тоже для них были весьма значимы. То есть философская экзегеза и каббалистические подходы какие-то – это несерьезно. Это несерьезное исследование Писания. А подход школы Пшата – это настоящие серьезные ребята, поэтому их и нужно исследовать. И так продолжалось до начала Первой мировой войны. Возможно, здесь сказывался еще один такой важный фактор, некой внутренней апологии, потому что эти представители иудайки, у них определенный комплекс, конечно, существовал. То есть они оставили вроде бы традицию, да, занялись просвещением и так далее. Но вот это некое смущение перед своим собственным шагом в сторону от традиции, они могли оправдать тем, ну, в каком-то смысле мы и не отошли, да, потому что вот же Раша и Бенезра – это настоящие ученые, они же признаны авторитетами внутри традиции, и мы, собственно говоря, такие же. В этом смысле мы не то чтобы предаем традицию, мы просто реконструируем настоящую еврейскую традицию и занимаемся примерно тем же самым, что наши прекрасные комментаторы XI-XII века. У нас это и издревле пошло, да, вот это научный наш подход, и мы его развиваем. Поэтому такой элемент внутренней апологии, он как бы тоже присутствовал. Ну, с Первой мировой войной как бы все эти студии более-менее замирают, ну и вообще с саудаикой, да, вот в этот период между двумя войнами не было каких-то серьезных достижений. В дальнейшем, когда в еврейском университете был создан такой хугли микра, то есть библиистики, да, то есть отделение библиистики, то в основном действительно на этом факультете занимались исследованием писания, то есть библейской критикой, а не комментаторскими какими-то подходами, тем более средневековыми. А вот начиная с 50-х годов, ну с середины 50-х, Бараланский университет был создан в 55-м году, и одна исследовательница такая, Сара Яффит, она связывает некий ренессанс интереса к библейской экзегезии, вот с созданием этого университета. В чем здесь дело? Дело в том, что Бараланский университет, это, если вы знаете, такой с религиозным наплывом университета, ну в смысле, что да, могут прийти религиозные ребята и спокойно учиться в университете, не придавая опять же традицию. Это такой тип совмещения. В Бараланском почему-то можно, а в Иерусалимском хуже. Ну кому-то хуже, кому-то нет, да, то есть это все, естественно, очень подвижные вещи, но в 50-е годы для людей, выросших в традиционных таких семьях, в общем, пойти в университет еще было достаточно сложно. А вот в Бараланске можно. И здесь возникает примерно та же самая ситуация, что и у Виссеншасов, то есть у тех представителей раннего исследования иудаики. То есть они, опять же, занимаются не библейской критикой, потому что библейская критика – это ой-ой-ой, да, ну понятно, это невозможно. А комментаторская традиция нормально. Раши, наши родные, да, и Бенезры, и этим можно заниматься. И снова получилось так, что сосредоточены они на исследованиях школы Пшат, либо Сефардской, либо Ашкинацкой. И, в общем, дело доходит до смешного. Ну как до смешного? Это же развитие науки, да, то есть он развивается почему-то вот таким вот образом. Если мы возьмем, если кто-то видел мою статью, она там есть в этом списке библиографическом, я привел там табличку с содержанием нескольких книг, которые посвящены библейской экзегезии. Там примерно пять книг было написано до 80-го года, прошлого века, примерно пять монографий. И в этих монографиях мы практически не встречаем ни философской экзегезы, ни каполистической. Все посвящено представителям школы Пшат. Ну, есть введение, там проталомудическую, как бы проталомудический подход, еще что-то иногда про христианскую экзегезу. Но получилось так, что представители вот этой специализации библейской экзегезы, они как бы сузили область до представителей школы Пшат. И все остальное это на философском факультете изучать. Библейскую экзегезу на философском факультете. А каббалистическую давайте идите к каббалистам, они вам там все расскажут, пусть там рассказывают и про каббалистическую. В общем, получилась картина довольно искаженная, потому что, помимо того, что, ну, естественно, что эти направления, они также являются библейской экзегезой, кроме всего прочего, на определенном этапе эти направления, они, естественно, влияли друг на друга. И если говорить там о XIII веке, XIV веке, XV веке в еврейской экзегезе, то там очень сложно даже отличить. У каждого автора могут присутствовать элементы школы Пшат, элементы философского подхода, каббалистического подхода. И я, может, приведу завтра уже примеры такого рода комментаторов, в которых, по сути дела, присутствуют самые разные элементы. Да, и они уже не отличают себя, они сами не относят к представителям школы Пшат или к философам, они просто занимаются интерпретацией писания. Но, занимаясь интерпретацией писания, они привлекают самые разные средства. И поэтому, вот, ну, можно сказать, что начиная примерно с 90-х годов прошлого века ситуация немножко стала меняться, и появилось несколько таких больших сборников, по крайней мере, да, не монографии, монографии еще нет не появилось какой-то, а вот появились сборники, они тоже в библиографии у меня указаны, и эти сборники уже включают в себя в том числе и вот эти направления. Но, правда, вот в одном из таких очень хороших сборников, если вы посмотрите на раздел «Философская экзегеза», там будет статья Сары Клейн-Бреслави примерно страниц 8. А сам этот сборник, это двухтомник, огромный двухтомник, там порядка трех тысяч страниц, наверное, да, из них 8 страниц посвящено философской экзегезе. Поэтому это просто вот такое некое вступление относительно того, что происходит вообще в этой области. Сегодня ситуация немножко меняется, но, в общем, она по-прежнему остается такой искаженной и ждет еще своего исправления и гармонизации. Ну вот после этого вступления, теперь мы на 20-ю страничку переходим к Филону, как тому, кто, собственно, основы философской экзегезы заложил, но не еврейской философской экзегезы. Так вот он говорит, «Изаконодатели одни просто и беспрекрасно узаконили существовавшие в них обычаи, другие, придавая вид многозначительности своим измышлениям, обморочили людей, скрыв истину под пеленой мифических выдумок. Моисей же, отвергнув и то, и другое, первое, как решение неразумное, поспешное и немудрое, а второе, как заведомо ложное и исполненное обманом, предпослал изложению законов всепрекрасное и наидостойнейшее начало, не тотчас предписав, что следует или чего не следует делать, и не придумывая небылиц, когда необходимо было прежде подготовить сознание тех, кому предстояло пользоваться этими законами, и не одобряя сочинение других мифов. Начало же, как я сказал, в высшей степени удивительно, поскольку содержит описание сотворения мира». То есть Моисей начал книгу законов. Получается, что Филон воспринимает эту книгу как книгу законов, но в отличие от прочих законодателей, он начал не с самих законов, а с описания сотворения мира. В чем дело? «При этом, поскольку мир созвучен закону и закон миру, получается так, что муж законопослушный, будучи гражданином этого мира, исполняется в их деяниях повеление природы, которая и лежит в основании устроения всего мира». Вот, собственно, и вся идея. То есть она очень коротко сформулирована. На самом деле любая книга законов – это может быть либо произволом человеческим, либо чем-то, что отражает мироустройство. Если это отражает мироустройство, а Моисей создал свою книжку именно таким образом, то он предпосылает изложению законов мироустройства, то есть описанию мироустройства. Если мы знаем, как устроен мир, то вообще-то говоря, законы станут более-менее очевидными. И тогда поведение человека должно быть обусловлено вот этим законом мироустройства, который и является, он проецируется на те законы, которые, собственно говоря, должны существовать в мире. Ну, я оставлю сейчас этот… Здесь, в общем, весь текст симпатичный, ну, мы не будем весело читать, да, этот первый я оставлю. Давайте 23-й разделчик тоже на той же странице, да, 23-й раздел этого сочинения Филона. После всего прочего, как уже было сказано, возникает человек. То есть он написывает сотворение мира довольно подробно, да, то есть его комментирует. И вот возникает человек. Как говорит Моисей, по образу Божию и по подобию. Весьма хорошо, что ничто из возникшего не уподоблено Богу более, чем человек. Но пусть никто не представляет это подобие в чертах телесных, ибо ни Бог не имеет вида человека, ни тело человеческое небогоподобно. Об образе же говорится по отношению к водительствующему души уму. Ведь в соответствии с тем единым для всего умом, послужившим как бы первообразом, был создан ум существующий у каждого в отдельности, и в некотором смысле являющийся Богом того, кто его содержит и хранит. Видите, он уподобляет ум человека Богу, да, то есть в этом смысле человек является мини-универсумом, микрокосмом, и внутри человека есть тот, кто, собственно говоря, исполняет роль Бога, а это человеческий ум. Ведь в этом смысле человек богоподобен, потому что Бог является как бы разумом макрокосма. Ведь тем Логосом, которым обладает величайший водительствующий во всем мире, обладает, как видно, и человеческий ум в человеке, ибо, оставаясь невидимым, сам он все видит, и, имея непонятную сущность, постигает сущности других. Ну, замечательно. Мы опять перескакиваем несколько глав и переходим к тому, что Филон говорит по поводу Эдемского сада. То есть человек находится в Эдемском саду, он описывает это. «Пока мужчина жил в одиночестве, и еще не была создана жена, сказано, что Богом был насажден сад, который ни в чем нельзя уподобить известным нам». То есть это некий мифический сад. Ведь в них растительность неживая, представленная разнообразными породами деревьев, из которых одни вечно зеленые, для постоянного усложнения зрения, другие цветущие, распускающиеся в весеннее время, третьи, приносящие человеку садовые плоды, не только для необходимого пропитания, но и сверх того, ну и так далее, и так далее. В божественном же саду все растения были живые и разумные, плодом которых были добродетели, а также нетленное разумение и понимание, посредством которых распознается хорошее и дурное. Немножко странно, да, потому что хорошее и дурное же у нас, вообще-то говоря, там было специальное дерево, древо познания добра и зла. Оно как раз должно было, собственно говоря, распознавать хорошее и дурное. Но для филона получается, что все эти растения, это тоже не реальные растения, естественно, да, он говорит вам, это вам не парник какой-то, да, это вам не ботанический сад, а это иносказание, которое говорит о различных качествах, да, эти деревья, это, собственно говоря, качество. Ну хорошо. Дальше в следующем, в следующей главке он говорит, установив все эти пределы в душе, то есть, по сути дела, он предлагает некую, ее можно назвать психологической интерпретацией, при этом, когда говорят психологический термин, психология, у нас снова возникает целый ряд недоразумений, да, потому что, вообще-то говоря, ну, поскольку у нас есть Фрейд и так далее, да, то мы как бы психологию все сюда, но в античном смысле психология, это просто наука о душе, да, и когда говорят психологической интерпретации, не имеют в виду фрейдистскую интерпретацию, а имеют в виду интерпретацию, которая связана с силами души, да, то есть это тоже надо иметь в виду, и в зависимости от того, какую вы литературу читаете, психологическая интерпретация будет, значит, разная. Так вот, в данном случае, вот эта филоновская аллегория, она является аллегорией психологической в античном смысле, потому что она переводит все образы, описанные в Писании, в некие представления о частях души, да, о составе души. Так вот, установив эти пределы в душе, он, подобно судье, стал смотреть, к чему она склонится, и поскольку он увидел, это Бог, что она тяготеет к злодеянию и пренебрегает богопочтением и святостью, от которых достижается жизнь бессмертная, он выставил ее, что было естественно, и прогнал из сада, не оставив неизлечимой, безнадежно согрешащей душе надежды на возвращение, потому что со всей очевидностью было изобличено, и то, что послужило поводом для обмана, о чем нельзя не упомянуть. То есть вся эта история с изгнанием человека из эдемского сада это история о душе, которая находилась в саду разных качеств, и в саду этих разных качеств он как судья решил посмотреть, ну и к чему же будет эта душа склоняться, она склонилась не туда, и была изгнана из этого идеального состояния своего. Дальше на 22-й уже страничке я читаю. Все это, это он продолжает историю, комментировать историю изгнания из эдемского сада, все это не мифические выдумки, любезные роду поэтов и софистов, а типологическое изображение, заставляющее обратиться к аллегорическому истолкованию для уяснения подразумеваемого. Следуя верному пути нахождения смысла, нужно сказать, что упомянутый змей, соответственно, символ наслаждения, поскольку, во-первых, он животное без нога, которое на протяжении всей своей длины лежит на животе, неплохой перевод, во-вторых, потому что он питается комьями земли, а в-третьих, потому что свой яд он подводит к зубам, и укушенные им обыкновенно поебают. Он говорит, что эти качества змея, они на самом деле являются одновременно и качествами наслаждения, то есть соблазняющее нас наслаждение, получается тоже ползает, целиком лежит на земле, питается комьями земли, аллегорически, и от него обычно погибают, то есть пустился в наслаждение, и, ну, здесь, видимо, пьяный, изображается такой, да, все-таки упал, ополз, что-то такое, и замерзся. Ничто и сказано не чуждо любителю наслаждения, он говорит. Ведь стоит ему поднять голову, как он сразу тяжелеет и не завергается, влеком и сокрушающей силой, истерегущей его невоздерженности, и питается он не небесной пищей, которую мудрость посредством мысли и ему заключение подает любителям созерцания, а то, что производит земля, в зависимости от времени года, от которой пьянство, обжорство, буйство гортаний. Это надо запомнить, буйство гортаний, да? Да. Ну, хорошо, значит, вот он, собственно говоря, описал нам змея, да, теперь я в следующей главке тоже пропускаю фрагментик, следующая главка, он говорит, мужчине наслаждение, то есть змей, не осмеливается приступить со своим обманом и ложью, приступать же к женщине, и уже через нее к нему вполне для него свойственно и удобно. Ум в нас играет роль мужчины, а роль женщины чувства. А вот он выстраивает аллегорию, то есть женщина – это чувство, мужчина – это ум, он же бог. Мы помним, да, или за счет этого, собственно говоря, человек подобен богу, то есть за счет своего мужского, пусть извинят, феминистки Филона, да, Александрийского, сейчас уже можно его заклеймить, конечно, позором, но поделать уже с этим текстом ничего нельзя, мы ничего не можем изменить, то есть мы можем свой написать комментарий, наоборот сказать, что может быть ум – это женщина, а мужчина – это наслаждение, Филон просто перепутал, но у него это так, у него ум – это мужчина, женщина – чувство, и тогда наслаждение, оно атакует чувство, естественно, а не ум, не может приступить к уму сразу. Наслаждение первоначально встречает и вступает в общение с чувствами, посредством которых обманывает вовлечествующий ум. Когда чувства приближаются к его приманкам, воспринимая их и радуясь предложенному зрение, разнообразию цветов и форм, слух, стройности звуков, вкус сладости, вкусовых ощущений, обоняние распространяющимся и упозительным запахом, они, словно служанке господину, подносят дары рассуждению, приводя убедительные доводы, что, мол, дескать, и пахнет хорошо, и на вид приятно, и, в общем, все замечательно. И он, тот сейчас, поддавшись на эту уловку, превращается из владыки в слугу. Вот так господин или ум так теряет свое владычество, потому что чувство ему с помощью серьезных доводов, убедительных, говорит о том, что здесь нечто прекрасное стоит сзади, а это змей, который является наслаждением. Ну, собственно говоря, все понятно, да, то есть можно дальше не продолжать, потому что сама логика, она понятна, и вот это то, что называется психологической олигорезой, да, то есть перенесением образов писания в область, и у Филона это почти всегда так, в область, связанную с качествами души или с отдельными силами души. и произведения Филона, которые были написаны на греческом, как я уже сказал, они были восприняты христианской культурой почти с самого начала, да и большинство христианских языкетов, там, реген и так далее, они, безусловно, читали Филона и пользовались в том числе вот этим его методом. А еврейские комментаторы, по крайней мере, сегодня существует такое мнение в исследовательской литературе, не знали ничего о Филоне, узнали о нем там примерно в 14-15 веке, не раньше. На самом деле, иногда, когда мы читаем еврейских комментаторов, кажется, что это просто Филон, но доказать, что они наследовали тексту Филона или видели тексту Филона, они не каких-то промежуточных источников, пока, по крайней мере, не удалось. Хотя, как мы увидим, сходство может быть очень большим. Если теперь говорить о еврейских комментаторах, то уже в XI веке мы встречаем целую плеяду еврейских философов, таких как Авраам Бархия или Шлома ибн Гвероль или Иуда Олеви. которые на самом деле используют элементы, они не пишут комментарии к писанию, но в своих произведениях некоторых они используют в том числе аллегорический метод. Будучи философами, они интерпретируют как философы писания, и этот способ интерпретации тоже оказывается аллегорезой. вот фрагментик на 23-й страничке, фрагментик из комментария Авраама ибнезры. У Авраама ибнезры мы встречаем несколько цитат Шлома ибн Гвероля. Знаете, наверное, такого, да? Это великий еврейский поэт, там-то все, ну и в том числе автор одного очень тоже повлиявшего в том числе на христианскую мысль произведения «Источник жизни». Комментария к писанию ибн Гвероля до нас не дошел такой комментарий, но вот в комментариях ибнезры он периодически ссылается на ибн Гвероля и, судя по всему, такой комментарий существовал, возможно, не на все книги писания. И комментируя как раз вот этот самый эпизод изгнания из райского сада или вообще писания райского сада, ибнезр говорит, «Я открою тебе намеком тайну райского сада и рек и опоясаний». Опоясание это имеется в виду то, что Бог дал людям после того, как они выяснили, что они не одеты. «И не нашел я этой тайны ни у кого из великих, только у раби шлома ибн Гвероля, да будет благословена память его, ибо он был большим мудрецом в том, что касается тайн души». Видите, тоже эту интерпретацию мы тоже назовем психологической, в античном смысле слова, потому что переносится эта история на область души. И он в таком очень телеграфном режиме нам передает этот комментарий. Возможно, что сам комментарий был более полным. «Эдем» — это горний мир. Хорошо. «Асад» — полон ангелических духов, словно растений. То есть, вот эти ангелические духи, они похожи на филоновские. Филонов говорит, что это качество души, здесь это ангелические духи, но это точно не растения. Словно растений, полон этот сад. То есть, само слово, словосочетание «ган-эден» разделяется на два. «Сад» и «Эден». Или «Эден». «Эден» — это вообще горний мир, а «сад» — полон ангелических духов, словно растений. «Река» — как бы мать всех тел. Имеется в виду, что она является первоматерией или универсальной материей. «Четыре рукава» — это первоэлементы. Мы видим, что здесь он вроде бы сказал про психологическую интерпретацию, а сейчас у нас, оказывается, эта интерпретация не совсем психологическая, правда? А такого рода аллегореза мы называем тогда физическое или метафизическое, опять же, в античном смысле слова, с точки зрения произведения Аристотеля. Потому что первоэлементы или первоматерия или четыре первоэлемента — это не относится к качествам души, это относится к физике, это относится к мироустройству в общем. Четыре рукава этой руки — это первоэлементы. Человек — это мудрость, которая дает имена. Имеется в виду Адам. Человек — это Адам, да? А Ева, как показывает ее имя, а имя ее Хава, помните комментарий Саади, который говорит, что нельзя это читать как мать всех живых существ, потому что бык рожден не женщиной, а имеется в виду всех живых существ, имеется в виду только люди. А здесь тоже обыгрывается ее имя, имя Хава от слова «хай» — «жить». Это дух жизни. А змей Нахаш — это вожделение, как показывает имя Нахаш, происходящее от глаголов, встречающегося, например, в стихе «кинахэш» и «нахэш». Это Йосеф говорит братьям, что он, в принципе, что вы думаете, я разве не догадаюсь, что вы у меня украли, помните, эпизод, когда он подкладывает эту свою чашу, а потом говорит, «что же вы думали, такой человек, как я, не догадается». И вот это созвучие или Нахаш догадывается, оно созвучно слову Нахаш «змей». Вожделение и догадка непонятно, каким образом здесь связаны. Получается, что вожделение и догадка для него является чем-то по крайней мере созвучным или схожим. Древо познания — это Саития. Непонятно, правда, Саития кого с кем. При этом здесь странная история, потому что, вообще-то говоря, в еврейской традиции нет связи между грехопадением и какими-то сексуальными проблемами. То есть это христианская интерпретация состоит в том, что грехопадение привело в том числе к тому, что произошло Саития и так далее. А еврейские комментаторы говорят, что и до этого это вообще ни при чем. То есть Саития существовали, в смысле осуществлялись и до этого. И это вообще ни при чем. То есть познание грехопадения вообще никак не связано с сексуальностью в традиционной еврейской экзегезии более ранней и в Талмуде в том числе. А здесь у него древо познания — это Саития. Не очень понятно, кого с кем. И видите, неясно, можно думать о том, откуда он взял, есть ли здесь влияние, в том числе христианское. А сад дает ему силу. Саитию он дает силу или еще кому-то он дает силу, тоже не очень понятно. И действительно, растительное начало укоренено в прахе, а семя жены будет поражать поднимающуюся голову, ибо основание животного начала соответствует главе высшей части растительного. То есть здесь мы видим опять физику. Он говорит, что на самом деле что здесь есть? Змей — это нечто, что связано с растительным началом, потому что укоренено в прахе, и змей там поедает прах, помните, да? Он поднимает голову, и когда изгоняется человек из Эдемского сада, то Бог говорит, что и теперь этот самый змей будет жалить тебя в пятку, а жена будет поражать его голову. Вот это он интерпретирует сейчас вот эту связь, что это за поражение головы, и при чем здесь, ну мы-то всегда понимали так, что это просто такой полумифический элемент, что человек будет змея по голове наводком лупить, а тот его будет жалить за пятку. Ну такое у них будет противостояние. А он говорит, что это противостояние, оно на самом деле описывает противостояние, не противостояние, а некую диалектику первоэлементов. То есть первоэлемент Земли дает возможность появлению растительной души, растительная душа растет из праха, а животная душа находится над ней, онтологически находится над ней. И тогда получается, что голова, то есть высшая часть растительной души, она как бы оказывается связана с животной душой. А почему хава связывается с животной душой, он сказал выше, потому что ее имя означает хай, жизнь, и поэтому это животная душа. А поясание это тело, то есть то, что было дано людям, когда они увидели, что они обнажены, им было дано тело. До этого они были бестелесны, и они увидели, что они обнажены, это значит, что они увидели обнаженность своих бестелесных душ, беззащитность своих бестелесных душ, не очень понятно. То есть вообще этот текст, вы видите, совершенно туманен, и можно много чего думать по этому поводу и как-то расшифровывать, именно потому, что здесь это все приводится в каком-то таком телеграфном стиле. но это характерно на самом деле не для Ибн Гвироля, а для Ибн Эзра. Ибн Эзра, когда он начинает говорить о каких-то вещах, которые он знает из того, что я назвал наукой жизнь, то есть то, что он начитался как бы это самое, потому что он считает, что в принципе журнал наукой жизни выписывает только несколько ребят, он один из них, один из подписчиков, и поэтому в принципе он очень таинственно про это всегда говорит, такими очень обрывисто, кто читал, тот знает, а тот, кто не читал, тому и не надо, если ты не подписчик, то в общем тогда и ладно, оставайся в таком недоумении, что, чего, какие первоэлементы, кто там соите, кого, с кем соите, а знающие люди все прекрасно понимают, то есть это у нас для таких продвинутых парней. И Адам был изнан из Иральского сада, дабы возделывать землю, из которой взят, ибо в этом вся суть человека, намекает, на что-то, то есть он это тоже понимает аллегорически, потому что это Адам был изгнан, Адам же это что у нас, только что нам говорили, что такое Адам, это мышление, он был изгнан из райского сада, то есть откуда он был изгнан, райский сад это вот эти ангелические духи, то есть он из духовного мира был изгнан в мир недуховный, ему нацепили на него тело, и теперь он должен возделывать землю, из которой взят. Ну и земля здесь, что такое земля тогда? Возможно, что это самое низшее начало, это то, откуда начинает расти растительная душа, то есть если предположить, что в журнале, который он читал, написано еще и про минеральную душу, то тогда получается, что человек должен теперь метафизически что сделать? он должен возделать эту самую почву, из которой произрастает растительная душа, затем добиться того, чтобы животная душа тоже была в порядке, потому что она следующая, а потом разумная душа, и выстроить вот такую пирамидку. В этом теперь состоит задача человека, и тогда обработка этой земли это не что иное, как попытка выстраивания иерархии душ, правильной, онтологически, выстроенной, которая теперь является задачей изгнанного из духовного мира мышления. Да, вы со мной? Все нормально? Хорошо. А древо жизни это познание горнего мира, и поэтому сказано, древо жизни она для придерживающихся ее, это про Тору сказано. А хирургимы это ангелы, а пламенный меч символизирует солнце, здесь он вообще убил. потому что солнце. И здесь тоже можно сказать, не знаю, опять же, это добавка Ибн Эзры или самого Ибн Гавироля, потому что у Ибн Эзры, поскольку он на самом деле читает в этом журнале, который он выписывает, есть разделы разные, то есть есть метафизика, физика, а есть астрономия, он очень увлекается этим разделом. И поэтому у него неожиданно иногда вот эти астрономические вставки, он целое сочинение написал по астрономии и поэтому он с этим очень хорошо знаком. И ну вообще для средневековых авторов естественно, что метафизика и астрология они неразделимы. Это мы теперь знаем, да, в наших журналах это просто два разных раздела, и поэтому кто интересуется астрономией, интересуется астрономией, а кто метафизик, это самое, это другое дело. у Иббенезра и интеллектуалов того времени они каким-то образом смешивались. Но как они смешивались? Они смешивались по-разному, ну у разных авторов по-разному. И поэтому, например, когда он говорит, что Херувима это солнце, то возможно он имеет в виду вот ту сферу, помните, я вам говорил про эти сферы, да, ту сферу, которая является сферой солнца, а как он располагал эту сферу солнца и где, это отдельный вопрос. Возможно, что сфера солнца для него, это была последняя из сфер. Если она последняя из сфер, то тогда понятно, да, то есть сфера Луны она ближе всего к Земле у них была, а сфера Солнца ее по-разному ориентировали разные авторы астрономических сочинений, да. А вы спросите, если он написал по астрономии, это тут, а может быть каких-то намеков на что-нибудь? Нет, по астрономии он в этом произведении практически не касается библейского текста. Он пишет чисто про астрономию, да, то есть, поэтому, ну, естественно, что хорошо бы, чтобы понимать и Бенезру и его комментарии астрономического плана, хорошо бы эту книжку прочитать. Но я могу признаться, что она и мне не очень доступна, ну, то есть, как бы не очень доступна. Нужно тогда, ну, разложить все эти истории про астрономию, потому что и там это не последовательное изложение, а изложение, которое предполагает определенного рода знания. Она переведена, кстати, на русский язык, она называется «Решит Хохма». Не так давно ее перевели на русский язык, даже там есть какие-то комментарии, но, в общем, как и любая наука средневековая, это надо к этому привыкнуть, скажем так. она так вот сразу не дается восприятие, потому что, ну, на самом деле, возможно, любая естественная наука не дается вот так прямо, то есть, есть нечто очень сильно раздражающее, когда это читаешь, потому что, черт, ну, что же за ерунда? Какое-то это крутится так, а это вот так, а это вот всяк, но мы-то уже знаем сегодня, как это крутится, в конце концов, да. Примерно то же самое возникает, когда читаешь, например, я когда-то занимался математикой, я читал книжки по истории математики, и нужно иметь, ну, очень специфический вкус, чтобы читать из истории математики что-то, там просто бред какой-то, невозможный, у нас же сейчас все понятно, все так ясно, да, берешь логику, возьмите логику Аристотеля, да, то есть, если просто взять учебник формальной логики, все понятно, да, раз-два, все готово, начинаешь читать Аристотеля, ничего не понял, ну, там в примечаниях переводят это на язык с формальной логики, а, теперь я понял, ну, хорошо, а вот так вот не очень, ну, и с этим же связано, например, есть очень простые вещи, например, какие-то геометрические изыскания, поскольку ребята еще не обладали формульным мышлением, то они пытаются это описать словами, когда они пытаются это описать словами, получается какой-то невероятно длинный рассказ, там про какой-нибудь тангенс, читаешь, вообще не понимаешь, что это такое, а потом понял, как это тангенс, просто описываешь уже третью страницу подряд, потому что, ну, нету формулы, да, и он пытается это все описать словами, в этом сложность, да, в этом сложность как бы исследования средневековых сочинений, в принципе, но те, у кого вкус к этому есть, ну, или можно выработать к этому вкус, да, то тогда все замечательно, почему все замечательно, это я вам так в скобках объясняю, потому что, на самом деле, действительно людей, которые сквозь это продерутся, их мало, потому что, если вы все-таки продрались, то вы сразу на коне, потому что никто больше не знает этого, ну, например, в астрономию, ну, как никто, 3-4 человека, 5, все, вы выходите, и нормально, спецспециалист в этой области, ну, нормально, или вот с этими тангенсами, если вы умеете читать эти тексты, никто не понимает, что он такое, и бросает через несколько предложений, а вы знаете, это про тангенсы, все нормально, ну, хорошо, значит, это текст мы видим, то есть он, понятно, что здесь есть аллегория, можно думать и более подробно его объяснять, он туманный, в отличие от текста Филона, да, где все понятно и ясно, но здесь он туманный, с одной стороны, потому что Ибнезра пересказывает, это автора, да, может, Ибн Гвероль писал, более понятно, а Ибнезра решил только пунктиром, поэтому здесь не очень ясно, как с этим обходиться. Есть еще целый ряд интерпретаций, аллегорических интерпретаций вот этой истории, мы увидим чуть позднее интерпретацию Маймонида, но и помимо Маймонида есть тоже еще целый ряд авторов, которые это интерпретируют, можно их сравнивать, да, и можно сопоставлять их комментарии, извлекая из этого какой-то такой вот сравнительный анализ. хоть скоро речь зашла про Ибнг Вироля, то я могу сказать, что помимо олигорезы, которая является действительно таким своего рода показателем философского подхода, на самом деле мне кажется, что прежде чем говорить об олигорезе или вместе с тем разговором о олигорезе, который обычно ведут исследователи, нужно говорить о так называемых структурных соответствиях, которые используют комментаторы философского направления. Ну и опять же у меня есть одна статья, которая в библиографии у вас есть, где я пытаюсь показать, что иногда дело не доходит до аллегории самой, то есть для них важно просто структурно или иногда даже цифровое совпадение чего-то, то есть до самой аллегории дело не доходит, но соответствие дает возможность мне перенести нарратив библейский в нарратив философский. И вот такого рода схематизм мы сейчас увидим у Ибан Гвероля в другой его книжке, это книга об исправлении качества души, он как неоплатоник большое внимание уделял психологии опять же в античном смысле, да, и вот он пишет такое произведение, где пытается связать как раз с одной стороны физику, а с другой стороны психологию, да, и сводит характер человека, у него там серьезная классификация такая, самых разных человеческих характеров, которые связаны со смесью первоэлементов и соответствующих жидкостей, да, то есть вот эта физиологическая картина, она связана в том числе с историей про первоэлементы, вот здесь он маленький фрагментик, он говорит, надо сказать, что Бог, да будет он возвеличен и возвышен, создал протяженность макрокосма на основе четырех природных элементов, так что он возник из четырех известных элементов, вместе с тем создал микрокосм на основе четырех элементов и создал в нем кровь, да, сингвус, соответственно, воздуху, желтую желчь, холи, соответственно, огню, черную желчь, меланоск, холи, соответственно, земле, и слизь, флегма, соответственно, воде. Ну, вы видите, да, здесь психологические типы, типа флегматик, сангвиник и так далее, вы, наверное, все это знаете, это, собственно говоря, идет от средневековой физиологии и медицины, да, и вдобавок создал Всевышний его, то есть человека, цельной формой и складным телом, то есть вот эти четыре первожидкости и первоэлементы, они являются как основой создания макрокосма, так и основой создания микрокосма, и создал в нем пять чувств, и вот эти пять чувств он соотносит в дальнейшем с соответствующими элементами и жидкостями. Но прежде чем это сделать, он решает истолковать один из стихов из книги «Экклезиаста». Соломон сказал, на это намекнул Соломон, Соломон знал прекрасно, да, все это, все эти жидкости, первоэлементы и так далее, и на это намекнул в следующих словах. «И еще я увидел под солнцем», говорит Соломон, «что не тем, кто легок, бег, не тем, кто силен, война, не у мудрых хлеб и не у разумных богатств, и не у знающих благоволения, но срок и беда постигают всех». Прекрасные слова Соломона поэтические. Ибн Гороль заявляет, что в этих словах он намекнул на строение первоэлементов, соответствующих жидкостей и чувств человека. сейчас посмотрим как. «И еще я увидел под солнцем», это то, что можно охватить постижением. Нормально. «Вот и увидел я под солнцем намек на то, что постигается». Хорошо. «И сказав, не тем, кто легок, бег, он намекнул на обоняние». «Как на обоняние?» «И тем, кто легок, бег». Какой намек на обоняние? Ну, читаем дальше. «Которое осуществляется через нос, ибо бег происходит за счет вдыхания воздуха извне, чтобы ввести естественное тепло из тела». Почему? Ужас. Я же говорю, надо привыкнуть к этому. Нормально. Сейчас мы начинаем понять так. Не тот, кто легок, бег, почему? Потому что он дышит. Он дышит. И это намек на обоняние. Получается так. Ну, хорошо. «И сказав, не тем, кто силен война, намекнул на слух». Как на слух? Почему на слух? Не тот, кто силен война? «Ибо, как мы знаем, война – это грохот». Как сказано, клик битвы встанет. Вот еще есть у нас подтверждение того, что война – это грохот. «А сказав, не у мудрых хлеб, имел в виду вкус». И здесь об этом сказано явно, потому что хлеб. «И сказав, и не у разумных богатства, подразумевал чувство понимания. И это одно из внутренних чувств, заключенных в природе души – понимания, размышления, постижения не у разумных богатств. При этом он не говорит, что такое богатство. «И сказав, и не узнающих благоволения, намекнул на зрение, ибо знание достигается не иначе, как тщательным изучением книг и постоянным изысканием в сборниках поэзии и прозвитов». Кто-то добавляет в квадратных скобках. Возможно. Если бы не боязнь, длиннот и стремление к краткости, мы бы привели ясные доказательства этим намекам на основании логических выводов и науки традиций. То есть мало того, что по науке мы бы еще и традиционными способами все это доказали. Ну, я не буду сейчас попытаться анализировать этот текст, хотя можно было бы это сделать, да, это было бы отдельное упражнение, да, осязание пропало, ну, в общем. Ну, я сейчас чувствую, что он сейчас. Ну, да. Мне не зависело в том, что он не смотрит. Этого мы делать не будем. Я хочу только здесь подчеркнуть следующее. Смотрите, здесь нет аллегории как таковой, правда же? Он не говорит, что, например, бег – это обоняние. Он этого не говорит. Он говорит, что бег указывает на обоняние, да, то есть здесь в этом смысле это скорее, если уж говорить про фигуры речи, да, то это могло бы быть, да, это что-то типа по синекдохе, да, или что-то такое, да, потому что получает, что обоняние рядом с бегом. Но он не говорит, что это означает это. Он говорит, что это просто связано. То есть он, что он делает? Он видит в этом стихе пять элементов стиха. Эти пять элементов стиха он решает отождествить с пяти чувствами. Дальше он, начинается его германефтическое усилие, как это сделать, да. Мы видим, что нас это сегодня не убеждает, но он сказал, ребята, если бы было время, я бы вам объяснил, мы бы убедились, что это так. Но у него времени нет, он просто как бы намекает, но при этом для меня важный подчеркнув здесь, что аллегории как таковой не создается, а создается просто некое соответствие. И здесь, с одной стороны, присутствует элемент мидрашистского приема, потому что как раз в мидрашах очень характерно для мидрашей это разбиение текста на определенные блоки и довольно произвольное толкование каждого из этих элементов. Но мы помним, что мидраш действует таким образом со своими целями, не с целями прояснения смысла текста, а с другими целями. А Ибан Гавироль, используя этот метод, он, в общем, говорит о том, что для него очевидно, что Соломон все прекрасно знал, он тоже читал тот же самый журнал «Наука и жизнь, что и я», значит, в этом смысле он как бы ориентировался и поэтому он намекает, вот таким вот поэтическим образом он на это намекает. Значит, вот эти элементы, элементы философской экзегезы, они существовали, как я уже сказал, в произведениях авторов XI-XII века. Я уже их еще раз могу повторить, да, вот Ибан Гавироль, возможно, написал даже комментарий Иуда Оливии, Бахия Ибан Пакуда, Авраам Бархия, ну и так далее. То есть, есть целый список авторов, в произведениях которых мы это можем найти. Но это элементы экзегезы, да, никто не пытался из них, из этих философов написать последовательный комментарий, разве что, может, и Бан Гавироль, но он до нас не дошел, последовательный комментарий к писанию. Ну, и эти элементы, они есть, но сказать, чтобы они, из них создавалась какая-то школа специальная, да, ребят, которые занимаются философским комментарием, мы не можем. Но после того, как Маймонит, Рамбам, Раби Машебен Маймон написал свой путеводитель растерянных, который тоже не является комментарием к писанию, но он в этом своем произведении заложил основы вот этой самой или заложил или перезаложил основы этой самой философской экзегезы, и, собственно говоря, после этого произведения Маймонида, которое повлияло очень серьезно на еврейскую культуру, возникает целая плеяда, можно сказать, школа комментаторов философского направления, которые начинают использовать последовательно методы структурных соответствий и олигорезы для комментирования писания. Значит, теперь нам нужно про Маймонида что у меня здесь болтается шнурочек про Маймонида и его путеводитель растерянных. Значит, путеводитель растерянных пишется Маймонином как скорее теологическое произведение, а не философское, потому что философские произведения того времени это произведения, которые занимаются комментированием Аристотеля в основном, например, школы аристотеликов, или если это неоплатонические произведения, то они тоже посвящены каким-то специальным наукам. Путеводитель растерянных не посвящен никаким наукам. Путеводитель растерянных написан, как говорит Сам Маймонин, для некоторых ребят, которые продвинулись в изучение философии и пришли в растерянность. Пришли они в растерянность, потому что они с одной стороны изучили философию и науку, а с другой стороны изучали Тору довольно долго с детства и увидели, что это несовместимая вещь, противоречие увидели. Увидели противоречие, пришли в растерянность. Придя в растерянность, они не знают, что делать, они думают, что может бросить традицию и уже серьезно заняться философией. Жалко, обидно как-то, с детства все-таки это самое, следи отцов. А бросить философию тоже жалко, но столько лет потрачено, но тоже как-то не очень хорошо. Ну и к тому же там вроде истина и что-то такое. И вот Маймонит говорит, что он собственно говоря для таких ребят, он пишет этот путеводитель растерянных и собирается указать метод, с помощью которого растерянный сможет прийти в себя. Он говорит, я тебе не объясню все, я тебе просто дам некий метод. Этот метод связан с, как он сам говорит в предисловии, он связан с выявлением многозначных слов и с выявлением аллегорий. То есть, по сути дела, вся растерянность обусловлена чем? Она обусловлена многозначностью лексических единиц, скажем так, или может быть даже больше, чем лексических единиц. Потому что аллегория это что? Это просто нарратив, который тоже имеет два или три смысла. Ну и многозначные слова. И вот это выявление этой многозначности позволит растерянному каким-то образом решить его проблемы. вроде бы все просто. То есть, с этой точки зрения получается, что простое прочтение писания неадекватно. То есть, если человек просто читает писание, как оно есть, в простом смысле, то он неадекватен. Но маймонит говорит больше, он говорит, что это идолопоклонник. То есть, человек, который понимает писание буквально, он идолопоклонник. привет представителям Пшата, если они, конечно, буквально понимают. Получается, что это вообще целая плеяда идолопоклонников или что-то в этом роде. Если они, возможно, они нет, возможно, они выявляют Пша для того, чтобы так же, как Гугас Инвекторский, стартовать каким-то другим смыслом. Сама программа маймонида, она, скорее всего, основана на теории религии Альфа-Араби. И я сейчас не буду об этом говорить, как бы, о самом проекте, я скажу просто о, собственно говоря, экзогетической стороне дела. Но и экзогетическая сторона дела, она тоже связана, как мне кажется, с одним пассажем Альфа-Араби в его произведении о жителях идеального города, идеального полиса. И там Альфа-Араби говорит следующее. Он говорит, что в идеальном городе существуют мудрецы, которые понимают истинную природу вещей, всех вещей, в том числе тех вещей, которые, на самом деле, не так просто постигнуть. Ну, например, того, что является богом, первопричиной. Альфа-Араби он аристотелик, да, и сам Маймонид приписывает себя к аристотеликам. И интересный такой эпизод, когда путеводитель растерянных при жизни Маймонида переводился на иврит Шмуэлем и Бентибоном. Шмуэлем и Бентибон был в переписке с Маймонидом и он как бы Маймонид положительно отзывался о его попытках перевести. Все молодец, хорошо, потому что путеводитель растерянных я не сказал, он написан на иудеоарабском языке, не на иврите. А Шмуэлем и Бентибон переводил еще при жизни Маймонида его на иврит. И когда Шмуэлем и Бентибон задает вопрос в письме «А что же мне почитать из наших еврейских философов, чтобы лучше понять, что ты пишешь?» Он говорит «А нет, никаких еврейских философов до меня не было. Там были какие-то врачи, типа Ицхака Исраэля и так далее, но это все туман, оставь этих еврейских. Ребят, в покое, читай, Альфараби, Ибн Баджу, Ибн Сину, вот эти ребята, да, это философы, а у нас философов нет. Надо сказать, к этому нужно добавить следующее, что вообще-то говоря, Маймонит говорил о том, что философия, она имеет не греческие корни, а еврейские. И вообще-то говоря, первым философом был Маймонит. То есть, когда он говорит, что до меня не было философов, он имеет в виду эпоху, начиная с эпохи Гаонов. А в другом месте он говорит, что Маймонит был первым философом, путеводитель растерет, когда он рассказывает историю философии, он говорит, первым философом был Моисей, все пророки были философами, мудрецы Талмуда были философами, то есть, философская традиция жила в еврейской культуре. Это было всегда. Потом она была утеряна, когда она была утеряна, в эпоху Гаонов, в эпоху Гаонов, ну, Сааде, вот эти все эти ребята, короче, исказили иудаизм, потеряли философское знание, грекам это философское знание каким-то образом пришло от евреев, и вот начиная с эпохи Гаонов это искажение, оно, собственно говоря, приводит к искажению иудаизма, который Маймонит собирается исправить. В этом смысле он когда говорит, что нет до меня философов, он говорит, что нет, философов, начиная с эпохи Гаонов. Да, но если Моисей был философом, и пророки были философами, и мудрецы Талмуда были философами, то как же они это философское знание формулировали, спросим мы. А вот так и формулировали. Да, то есть вот то, что они написали, пророческая литература, мудическая литература, она содержит в себе, помимо того, что она говорит на явном уровне, сокрытый смысл, который является философским. Почему они говорили таким образом? Вот здесь мы возвращаемся к Альфарабе. Альфарабе говорит, вернулись к Альфарабе, да, все нормально, хорошо, что мы вернулись к Альфарабе, чувствуете? Нормально, вернулись к Альфарабе. Альфарабе говорит, что мудрецы в идеальном полисе знают истины, какими они есть на самом деле. Их ученики знают их со слов мудрецов в некоторой образной системе, в изложении, ну, они как-то каким-то образом излагают. И эта образная система, она близка к тому, что из себя вещи представляют на самом деле. А ученики этих учеников, они знают это еще более отдаленным способом. Ну и так далее. Получается, что у нас есть ряд образных систем, которые описывают истину, как она есть на самом деле. Почему, собственно говоря, так происходит? Ну, потому что не все ребята готовы к восприятию истины, поэтому приходится объяснять простыми словами, ну, какими-то, да, с помощью простых примеров. Более простых, менее простых. И дальше Альфарабе говорит следующее, что из учеников тот парень, который воспринимает истину с помощью определенной образной системы, он на определенном этапе понимает, что эта образная система что-то не то, не годится. Она не годится, и тогда учитель может его перевести к более близкой к истине образной системе. Если он найдет и в ней некое несоответствие, то он продвинется дальше. И тогда он говорит, именно тот ученик, который все время критически подвергает каждую следующую образную систему, атакует ее, он и способен к истинному постижению. Получается такая картинка. Вот у меня, предположим, истинное положение дел. Вот у меня образная система номер один. Ее знают близкие к мудрецам. Мудрецы знают вот это. А близкие к ним вот с помощью образной системы. Есть другая образная система и так далее. Есть, наконец, совсем уж для женщин и детей образная система. Ну, Тора. Написано на языке, как бы, но эта образная система, она настолько далека от истины, что, в общем, история не очень хорошая. То есть они как бы знают и не знают. В каком-то смысле Маймонит говорит про них, что они являются идолопоклонниками. Он говорит, что мы и у женщин, и у детей должны вырывать с корнем представление о том, что Бог — это дядя большой, который сидит на небе. Антропоморфные представления о Боге нужно вырывать с корнем у женщин и детей даже. Потому что это идолопоклонство. Ну, а как вырывать с корнем? Вырывать с корнем можно на самом деле таким образом. То есть нужно каким-то способом вручить человеку образную систему, которая описывает пусть отдаленно истинное положение дел, но заранить в нем некое сомнение по отношению к этой образной системе. Тогда он сможет перейти к более близкой образной системе и так далее. Если мы воспитываем ученика, который видит недостатки образной системы более близко и так далее, тогда он дойдет до уровня великого мудрица. Собственно говоря, этим и занимались мудрицы Талмуда и пророки. Они давали образную систему, но вместе с тем еще умели как-то устно, потому что это же не сделаешь письменно, надо сделать устно. И они устно как-то обрабатывали свою аудиторию, говорили, что здесь вроде про верблюда и осла, а на самом деле это материя, туда-сюда. Ты понимаешь. Ну, намеками. Вот как и Бенезра тоже пытается кому-то сказать. И таким образом, собственно говоря, традиция и существует. То есть она является, по сути дела, комплексом образных систем. Тогда можно сказать, что сакральный текст Тора с точки зрения Маймонида, который научился этому Альфа-Раби. Альфа-Раби не говорит про Коран, это ничего, да? Но Маймонид переносит это на Тору и получается, что Тора — это слоеная капуста, в смысле огромное количество слоев образов, которое предназначено для разного уровня аудитории. Одна аудитория может понять одно, другая может понять другое. и таким образом постепенно да, сейчас и постепенно можно прийти, собственно, к истинному осознанию вещей. Да. Ну, и таким образом получается, что женщины и дети, которые там на определенном уровне могут дойти до уровня философов, которые, ну, как бы, то есть... Ну, я не уверен, что Маймонид считал, что женщины могут дойти, да вроде... Ну, опять же, мы не будем же сейчас так... Это логика, в принципе, это возможно. В принципе, возможно, да. В принципе, Дети, если подрастут, а женщины, если возмужают. Возмужавшая женщина, в принципе, может дойти до представления об истине. Значит, здесь важно следующее, да, то есть вот это представление, представление о наличии большого количества слоев, мы говорили с вами про уровни, да, это не то же самое совсем, правда? То есть, когда мы говорили о разных уровнях, там, сокрытые уровни, анагоги и так далее в христианской экзегезе, это не то же самое, потому что здесь эти образные системы, они как бы накладываются одна на другую, да, и снимают снятие одной образной системы и предоставление другой, это некие своего рода длительный процесс, это не 4 уровня, не 5 уровней, это может быть сколько угодно уровень. Представить эту картинку можно следующим образом. Давайте представим, что вот это у нас Тора, а это у нас наука, то есть философия. Потому что философия, мы помним, что философия это комплекс наук средние века, да, и в античности. Я не говорил про это, но вообще надо сказать, да, что когда мы говорим про философию, мы имеем в виду не то, что сегодня имеется в виду под философией, а кстати, что имеется в виду под философией сегодня. Несколько же значений, как мировоззрение, как методология. Ну да, ну хорошо, да, как мировоззрение, методология, ну так, что-то такое, да, то есть что-то такое неясное, но в античности и в средние века философия это просто комплекс наукомирий, да, то есть это все науки, туда же входит музыка. Любовь к мудрости, да, в целом? Ну да, даже не любовь к мудрости, любовь к мудрости это тоже можно понять как некое такое обтекаемое понятие. А там вот астрономия, например, вот этот журнал «Наука и жизнь», да, это на самом деле он называется «Философия». Я его назвал «Наука и жизнь», а он на самом деле называется «Философия» и там все, там математика, там астрономия, там музыка в том числе, да, и музыка тоже входит туда же. И поэтому, когда я говорю здесь «Философия», то я подразумеваю все науки в целом. Так вот, Тора, вот предположим, это простой смысл, буквальный смысл, да, буквальный смысл, про него Маймонит говорит, что тот, кто читает Тору таким образом, он идолопоклонник. Почему он идолопоклонник? Потому что в Торе написано, например, что Бог гневается, или «Сааде» говорил, да, что Бог огонь пожирающий. Маймонит согласится, что такого не может быть, это противно разуму. Когда я понимаю это, что Бог не может сидеть, гневаться, протягивать руку и так далее, я выявляю некоторые фрагменты такого рода, и я их читаю каким образом? Когда я понимаю это? Я понимаю это, когда я чуть-чуть продвинулся в миропостижении, правда? То есть изучение наук это миропостижение. Хоть чуть-чуть женщину и ребенок, да, подняли голову, посмотрели на мир, увидели, что это не так, и поняли, что Бог не может быть антропоморфным. И я тогда, вот у меня другая образная система, теперь вот эти кусочки я прочел иносказательно, да, я прочел их иносказательно. Маймонид говорит следующее, что тот, кто успокоился на этом, является велопоклонником. Безобразие какое-то, в чем же дело? А в том дело, что если он поднялся на более высокий уровень, то он и в этом теперь тексте находит какие-то проблемы. Есть другие проблемные места. нашел проблемные места, нормально, и эти теперь уже проблемные места истолковал иносказательно, применяя, предположим, ту же самую олигорезу. Ну, можно теперь вздохнуть, нормально, теперь все понял, нет, говорит, маймонид, если он успокоился, на этом, то он идолпоклонник. Ну, на самом деле, мысль для средних веков в принципе невероятная, потому что тогда получается, что вообще-то говоря, ну, этот процесс как бы бесконечен, но для средневековых авторов этого не может быть, тем более для аристотелеков. Поэтому, по-видимому, маймонид где-то конец видит. Но, с другой стороны, вот этих шагов их может быть достаточно много. И сама идея, она превращает олигорезу, смотрите во что, олигореза теперь является не ключом, который открывает мне прочтение, да, а это является временным ключом. То есть, на самом деле, у меня должен быть целый набор ключей. И я должен уметь пользоваться первым, вторым, третьим и так далее. То есть, я применяя эти разные ключи, я все время поднимаюсь в прочтение Торы. То есть, у меня прочтение Торы и познание мира начинают коррелировать между собой. То есть, в каком-то смысле получается, что, вообще-то говоря, мир изучаемый, здесь же я что изучаю? Я изучаю мироустройство. Вот это мироустройство, это в каком-то смысле и есть то, что является Торой, то есть указанием. И, вообще-то говоря, человек должен был бы исследовать мир, возможно, ему не нужна была бы тогда никакая Тора. Помните Филона? Он говорит, что закон мира и закон жизни человека на земле, они в каком-то смысле совпадают сейчас. Поэтому для Маймонида это та же самая идея. Он говорит, что вообще-то говоря, вот она, собственно говоря, Тора. А эта Тора была дана человеку в помощь. В какую помощь? Теперь он может как бы соотноситься. Исследовал мир, прочитал, что-то не то. А, теперь понял то. Или наоборот, Тора его заставляет там чего-то. И вот в этой корреляции между изучением мира и изучением Торы человек продвигается к чему? Продвигается к истинному постижению вещей. То есть в этом тексте, несмотря на то, что его простой уровень, буквальный уровень, граничится долопоклонством, в нем содержится на самом деле и указание на истинное положение вещей, которое человек может выявить. Да, вопросы? А влияние проблемных мест тут в втором случае совпадает с тем, которое мы выводили в самом начале, с несоответствием разным, внутренним претворечием и так далее? Не совсем. Мы сейчас, я скажу сейчас об этом, да, то есть, если я успею, конечно. Опять у меня остается 10 минут, но сейчас, может быть, два слова об этом я скажу. О принципах, да. А может быть такая ситуация, что предыдущие ясные места на каком-то следующем уровне стали проблемными? То есть, это наследование не идет? В смысле наследование не идет? Что оказалось, что то, что было проблемным, стало нормальным? Разворотно, что было ясным, что было ясным. Чем больше мы узнаем, тем больше мы понимаем ограниченность нашего знания, все затемняется. У маймонида, по крайней мере, этого нет, естественно. У маймонида есть все время вот это движение к просветлению. То есть, каждая следующая образная система, которую я получаю, она является более близкой к истинному положению дел. То есть, получается, что по идее не идолопоконнику никогда не останавливается в своем познании. Вот вообще он высказывает? Именно. Именно так. То есть, получается, что теперь, смотрите, как хорошо звучит путеводитель растерянных. Он говорит, что вообще нормальные ребята это только растерянные. То есть, растерянность, это и есть, собственно говоря, то качество, которое мы должны обладать, наша комьюнити, вообще-то говоря. А сам маймонида, что он делает? У него же нет вот этой стрелочки, которая является устным восприятием своей аудитории, к которой он обращается и к которой он может, обратившись, указать на то, каким образом там заранить сомнения. Тогда получается, что способ его создания путеводителя растерянных это способ, который с одной стороны дает некие намеки на прочтение, а с другой стороны одновременно закладывает, должен заранить сомнения. Именно это он пишет, что ты сможешь понять то, что я пишу, только сравнивая разные части, вскрывая противоречия. Но эти противоречия, они заложены в его книжке для того, чтобы, собственно говоря, ввести читателя, не только вывести из растерянности, но и ввести в растерянность следующего уровня. То есть тогда все нормально. Вот тогда получается, что эта книжка несет в себе, пытается в письменном, в письменной форме воссоздать ту пропедевтику, которая была присуща еврейской традиции с точки зрения Маймонида. Она как бы была всегда. Мудрецы Талмуда рассказывают какие-то вот эти нам басни, там, туда, сюда. На самом деле, имея в виду некие философские истины, которые просто регулярному слушателю рассказать невозможно, но намекнуть на это или дать какое-то представление об этом вполне возможно. Значит, то, что является для я отвечаю на вопрос, что является для Маймонида главным для выявления вот этих темных мест. Действительно, главным для выяснения темных мест является противоречие чему? Противоречие теперь уже не разуму в простом смысле, не области чувств, как у Саадигаона, а философскому знанию. То есть, когда я продвинулся в изучении мира, мироустройства, тогда я вижу несоответствие между описанием Торы и своим знанием философским. Это, собственно говоря, и является тем, что порождает интерпретацию этих мест. И получается, что у Маймонида вот этот метод аллегорезы, как я уже сказал, оказывается, я это называю убегающей аллегорией. Он не столбит аллегорию. То есть, невозможно создать аллегорию, которая забита гвоздями. То есть, когда, например, Филон говорит, что змей это наслаждение, а Адам это разум, а Ева это чувство. Все. Все ясно. Мы разобрались, теперь все понятно. У Маймонида это не так. Ну, по крайней мере, по мысли это не так. То есть, получается, что здесь возможны несколько вариантов прочтений. И у нас уже сегодня, я вижу, что нет времени для этого. Я хотел показать, собственно говоря, эти два, ну, в этих текстиках, которые у вас здесь есть, мы можем это увидеть. здесь есть две интерпретации, например, истории того, как Яков видит лестницу. Вот эта лестница, и ангелы по ней спускаются и поднимаются. И Маймонит дает, собственно говоря, в самом «Путеводитель растерянных» есть две интерпретации. Есть еще одна интерпретация его книжки Мишна Тора, то есть всего у него три интерпретации вот этой истории. Но вот эта разница интерпретации, она, как мы видим, зависит не, то есть она не соответствует трехчастному или четырехчастному прочтению текста Торы вот тем уровням, о которых я говорил вчера. Наверное, надо сказать несколько слов про дальнейшее развитие вот этого метода. С моей точки зрения, вот то, что мы видим у Маймонида эту убегающую аллегорию, то есть аллегорезу, как некую побудку скорее для последующих интерпретаций, а не как законченное некое целое еврейской традиции практически не было понято. То есть те его ученики, а именно Шму или Бонтибон, который перевел «Путеводитель растерянных» и надо сказать просто про Бонтибонов два слова, то есть семья Ибонтибонов это семья переводчиков. Иуда Ибонтибон это вторая половина 12 века, он жил в Андалузии, и он переезжает в Прованс на определенном этапе, и он переводит большое количество текстов саудиоарабского на иврит. А его сын Шму или Бонтибон, вот он переводит «Путеводитель растерянных» и тоже не только его и так далее, а его сын Машей ибонтибон переводит Авероэса, то есть Ибонрушда на иврит и так далее. Так возникает собственно говоря ивритная философия, которая пишется уже на иврите. Начиная с 13 века евреи начинают писать философские произведения на иврите, а до этого в основном писали на иудеоарабском. И вот ибонтибоны они являются в каком-то смысле теми, кто создал этот иврит. У Шму или Бонтибона есть словарь иностранных слов, то есть по сути дела словарь философского иврита, который часто печатается вместе с путеводителем растерянных. Так вот Шму ибонтибон пишет отдельно свое произведение уже авторское, которое называется «Дособерутся воды и к кову гамаем». Это библейская цитата, когда Бог говорит «Дособерутся воды». И там он применяет метод олигорезы. Но у него олигореза это олигореза филоновского типа, то есть законченная. Нет вот этой самой многозначности, того, что первый этап, второй этап, многослойности капусты как бы нет. Шму ибонтибон говорит следующее, что Маймонид так туманно написал свое произведение, пользуясь эзотерическим письмом, потому что в его время знания философские были не очень распространены. А сегодня прошло на самом деле не очень много времени, лет там 30, а сегодня эти знания уже распространены, и мы можем спокойно говорить о философских истинах. Давайте не будем, как Маймонид, пытаться как-то кокетничать, намекать, туда-сюда, давайте прямо и ясно скажем, что означают те или иные фрагменты Писания. При этом он говорит о том, что не вся Тора является выражением философских истин, а есть как бы философские фрагменты в Торе, в которых содержатся некие элементы познания, в том числе познания мироустройства. Это Моасе Берешит, то есть это первые главы книги Берешит, которые рассказывают нам о сотворении мира. Это Моасе Меркава, это видение Ихескеля, по песне БГ в кратком изложении, да, Вол, исполненный очей, вот это. Это Моасе Меркава, это книга Йова, в которой я тоже хотел рассказать, как его Маймонид комментирует и его последовательным, но мы тоже, видимо, не успеем. Это все книги Соломона, потому что Соломон является как бы образом такого философа. И действительно возникает целая плеяда интерпретаторов, которых часто называют тибонидами, хотя они не принадлежат семье Ибн Тибону, принадлежат кругу этих тибонидов, которые просто начинают комментировать с помощью философской аллегории. Это приводит к определенным неприятным результатам, в том числе, потому что один из таких авторов в Провансе некий Левий бен Авраам, недавно как раз был двухтомник, опубликован его философских аллегорических комментариев, научное издание в смысле недавно было опубликовано таким Хаймом Крейсовым, где, например, Авраам понимается как форма, Сара как материя, и он об этом пишет явно, колено Израиля это знаки Зодиака, ну и так далее, то есть там очень много таких вот соответствий. Это приводит к некой соответствующей реакции со стороны нефилософской части еврейского населения, которые активно против этого выступают, они подвергают Хайрему всех тех, кто занимается путеводителем растерянных, часть занимающейся путеводителем растерянных ответных Хайрам, в общем, возникает вот такая скандальная ситуация, которая завершается сожжением путеводителя растерянных, поскольку противники обращаются к христианским властям, и это первая книжка, которая была сожжена, первая еврейская книга в Средние века, которая была подвергнута публичному сожжению, то есть это в частности связано вот с этой самой, с этим аллегорическим подходом, и опять же, как я уже сказал, в отличие от Мемонида, его последователи забивают гвоздями аллегорию, то есть не оставляют ее в качестве намека на дальнейшую интерпретацию, а стагнируют в каком-то смысле, хотя есть авторы, которые, по-видимому, это более-менее понимают, например, такой есть комментатор, как Юсеф Ибн Каспи, это 13-й век, начало 14-го, который пишет несколько комментариев, как комментарии для простых людей и комментарии для философов, то есть у него, по крайней мере, есть два разных комментария, один публикуется в 10 экземпляров, а другой в количестве 2000 экземпляров уже для народа. Есть замечательное высказывание некого, в Италии появляется целая плеяда, там Иммануэль Римский, например, который тоже дает философские комментарии, в духе олигареза и к песне-песне, и к книге Мишлей, понятно, потому что это книги Соломона, то есть в Соломоновой книге они наибольшей интерпретации подвергаются. Он пишет следующее, я прочту этот маленький пассаж, он очень любопытный, он говорит, если материя описываемого фрагмента принимает в качестве соответствующей формы научное объяснение, то есть есть фрагментик определенный, который он интерпретирует, он говорит, что если его материя принимает в качестве формы научное объяснение, то нельзя исключить возможности принятия других форм, ибо материя пророческого высказывания подобна первоматерии, а первоматерия может принимать вроде бы любые формы, которые готовы получать разнообразные формы и готовы к различным качествам, не удовлетворяясь одной единственной формы. то есть вот он тоже говорит о том, что возможен ряд интерпретаций, но этот ряд интерпретаций, он, естественно, очень сильно отличается от сегодняшнего нашего представления о том, что возможно много интерпретаций, потому что есть много читателей, поэтому возможно много интерпретаций, то есть это не нужно путать с постмодернизмом, наличие обилия прочтений, которые, например, мы видимо маймонида или вот этот самый иуда романа то есть по моему ощущению есть целый ряд авторов которые не понимают маймонида вот в этом смысле да как вот эту его убегающую аллегорию а есть отдельные авторы которые видимо что-то такое чувствуют хотя явно об этом никто из них не пишет но которые дают несколько комментариев или которые предполагают по крайней мере возможности вот этой лестнице до лестнице интерпретации которая ведет к прояснению истинного положения вещей мы пересидели немножко да хотел я сказать еще два слова про раль бага это рабе леви бен гершом такой аристотелик 14 века первой половины 14 века который написал книжку войны господа такой которую которую тоже традиционные евреи обычно называют войны с господом да потому что он он то вроде выступал за получилось против потому что он написал философское такое произведение и он пишет последовательный комментарий к писанию и вот этот его комментарий он любопытен тем что он использует метод аллигорезы фрагментарно то есть он говорит о том что есть элементы текста которые можно подвергать аллигорическому прочтению есть элементы текста которые нельзя подвергать аллигорическому прочтению у маймонида мы все время не знаем где мы находимся да но если мы я например у меня возникла путаница двух систем да я одной ногой стою на системе номер один а вторая у меня на системе номера и у меня возникает вот такая рольбак как раз это пытается снять и он говорит что можно совершенно спокойно оставаться на уровне простого смысла иногда потом ты поднимаешься как бы на лифте на второй этаж по аллегории прошел не что спускаешься обратно все нормально нет такого чтобы тебя как бы возникала путаница потому что маймонит получается у нас иногда ставит положение меня одна нога на третьем этаже другая на первом и я как бы да но мы это видели вот адам он что это разум или как куда чего возникает вот такая вот странная фигура кроме того ураль бага мы встречаем на самом деле впервые идею германифтического круга который в дальнейшем вы наверно знаете нашли ирмахер и все это такое эта идея сводится к чему что целая я понимаю только благодаря частям а часть я понимаю только благодаря целому и возникает вот такого рода круг и раль баг формулирует по сути дела вот эту идею в своем предисловии к комментарию книги его и еще один любопытный момент это то что начиная с 14 века на еврейских комментаторов пытающихся действовать в духе философском очень серьезное влияние оказывает логика трактаты по логике переводятся на иврит и они начинают оказывать влияние в том числе и на интерпретацию писания и тот же самый раль баг например критикуя маймонида он часто обращается к логически полной картине он говорит что тора должна описывать нам логически полную картину и вот я хотел привести пример не успел он интер интерпретируя например книгу йова он раскладывает мнение друзей йова на полную логическую картину вопроса о проведении то что книга йова является такой притчей рассказывающий о божественном проведении это собственно говоря комментарии маймонида но маймонида сводит точки зрения разных друзей йова к разным школам философским раль баг говорит это не делаю на это какой-то анахронизм причем здесь философские школы нужно чтобы было логически полная картина и он очень красиво показывает вот эту полную логическую картину красиво кстати возвращаясь к этим тангенсом и так далее красиво только для тех кто наберется терпения да потому что опять же у него нет соответствующих квантеров например до обозначения единственности или взяла всеобщности и поэтому это описание через него очень трудно пробиться ну вот я поддавшись какому-то соблазну это проделываю и в общем получается действительно логически полная картина и его можно описать буквально там нескольких строчках если пользоваться логическими формулами вот это то что характерно для роль бага и например для уже упомянутого мной йосефа ибн каспи он тоже пользуется во многом логикой для того чтобы вскрыть философский смысл писания ну и заключая как бы вот эту часть частью философской экзегезе я скажу то что на определенном этапе начиная с конца 14 века многие интерпретаторы еврейские они оказываются как я уже сказал да то есть непонятно какой школе относящимися то есть целая тоже плеяда комментаторов кимхи есть юсеф кимхи это одиннадцатый век муше кимхи давид кимхи такая традиционная семья комментаторов писания если и иосеф кимхи отец он комментирует писание в духе школы пшат то давид кимхи хотя тоже вроде бы объявляет о том что он паштан и он собирается простой смысл скрывать писание мы встречаем его комментариях целый ряд философских пассажей да и в том числе тоже я хотел привести фрагментик а вот этом эдамском саде он пишет очень похожим духе то что мы прочитали вы ибн гави роли ну там есть различия определенные но это тоже некая аллегорическое прочтение вот этой истории то есть другими словами начиная 14 века некоторые комментаторы уже не очень как бы различают да все это стало нашей еврейской традицией но если шло моим герон комментирует так и маймонит наш великий и ральбак вот пожалуйста то почему же мне то не не попробовать и так и всякой и в этом смысле границы вот эти школьные методы чистого они начинают размываться и многие комментаторы оказываются одной ногой там другой здесь то можно такой эпизод так и так это и все то есть возникает такой синкретизм определенные тех самых подходов и их уже сложно различить ну все на этом я извиняюсь что задержал